Приветствую вас, и поскольку у вас запрос таков, что вы хотите разобраться в своей ситуации, то, соответственно, я буду ориентироваться на это, я буду отдалкиваться от этого, и сразу скажу вам следующее. Вы не предоставили информации достаточной для того, чтобы разобраться, для того, чтобы разобраться в том, что, собственно, с вами происходит, ну, с вами, между вами, да? Сейчас я поясню, что я имею ввиду. Значит, смотрите. Во-первых, вы не написали, сколько вам лет. Сколько лет вам, сколько лет вашему молодому человеку, да? Вот. Ничего этого вы не написали. Хотя момент, момент очень важный. Очень важно понимать, сколько вам лет. Очень важно понимать, что вас связывает друг с другом. Очень важно понимать, ну, с чего вы хотите. Очень важно понимать, что вам нужно. Очень важно понимать, вот, собственно, весь процесс построения отношений. Очень важно понимать то, что вас связывает, да, то, что вас объединяет. Очень важно все эти вещи понимать. Но вы, вы этой информации не даёте. Дальше. Дальше. Очень важно понять, что вас объединяет с молодым человеком. Вообще. Что вас связывает с ним. Вообще. Потому что вы говорите, что вы познакомились с ним. Так. Сейчас. Вместе вы три месяца, все складывается очень быстро, поэтому через полгода хотели начать жить вместе. Вот. Почему все складывается очень быстро? Не торопитесь ли вы с совместным проживанием, учитывая, что вы, возможно, не очень хорошо знаете человека и не очень хорошо отдаёте себе отчёт, да, вот. В том, какой он, что он из себя, там, представляет, да, и так далее. То есть очень важно понять, что между вами общего. Вот. Для того, чтобы отдавать себе отчёт, на чём выстраиваются ваши отношения. Понимаете? Понимаете? А пока что, пока что этого нет. То есть, ну, я, например, да, пока что не увидел, не увидел ничего из этого. Вот. И это, на самом деле, странно. Это, на самом деле, странно, если вы хотите, чтобы мы вам помогли разобраться в том, что, значит, ну, между вами происходит штат. То есть, если вы хотите, чтобы мы помогли вам понять, что, чего вам ждать в будущем. Вот. Это первое. Так это второе уже. Это уже второе. Дальше. Значит. Так. У него постоянное ко мне недоверие. Значит, смотрите. Молодой человек. Молодой человек. В себе не уверен. Вот. Молодой человек в себе не уверен. Ага. Молодой человек. Скорее всего. Вас. Ревнует. Вот. И ревнует он вас, как мне представляется, довольно сильно. Вот. И именно ревнует вас. Очень сильно. Вот. Соответственно, его ревность, значит, его ревность имеет причины. Вот. И я бы хотел, чтобы вы поняли, что проблема ревности вашего молодого человека к вам не относится никак. То есть, он не уверен просто потому, что вот он такой. Понимаете? Вот. Ну, просто вот он такой. И все. Поэтому он в себе не уверен. И это вы его выбрали. Вы выбрали его. Понимаете? Вы выбрали своего молодого человека. Вы выбрали его таким вот. Таким вот. Таким вот. Да? Понятно, о чем я теперь речь. Недоверие возникает потому, что человек не доверяет себе сам. Как это не парадоксально звучало бы, но именно поэтому недоверие возникает. Человек не доверяет себе сам. Просто, вот просто, просто не доверяет себе сам. Человек не принимает что-то в себе, например. Человек отказывается принимать, принимать что-то в себе. Человек отказывается решать проблемы. Свои. Ну, какие-то свои проблемы, да? И, соответственно, возникает недоверие. Недоверие возникает еще и потому, еще и тогда, когда человек чего-то боится. И пытается за счет других, в данном случае за вас, вот, он пытается самоутвердиться. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, да, это очевидно. Что, вот, вы, значит, симпатичная, да, он, он вот с вами, да, он, значит, такой вот молодец. Он, допустим, справился, да, он смог вас, грубо говоря, завоевать. Вот, и теперь он пытается, значит, вас подчинить себе. Как любой человек, который не чувствует себя в безопасности. Вот, кстати, отсутствие безопасности, да, отсутствие безопасности, это еще один повод для человека, для мужчины, вот, чувствовать себя не в своей тарелке, да, и вам, соответственно, не доверять. То есть, недоверие возникает всегда, когда человек не доверяет себе сам. И с этим, с этим вы ему помочь не сможете, как никто ему с этим помочь также не сможет. Только он сам потакая, скажем так, да, потакая его неуверенности в себе, потакая его недоверие, недоверию, да, то есть оправдываясь перед ним, делая там, ну, вот, что-то для него, да, такого плана. Вы еще больше, к сожалению, ему вредите. В том смысле, что он убеждается, он убеждается, как бы, он убеждается в том, что он прав. Он убеждается в том, что он действительно находится на верном пути, вот, и это, конечно, очень печально, потому что, в итоге, либо вы впадете в зависимость от него, то есть, либо вы будете ему подчиняться во всем практически, вот, либо ваши отношения разрушатся, вот, потому что, ну, как бы, по-другому не бывает, да, то есть, можно терпеть, 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 да, ну, вот, сколько у вас хватит терпения, на сколько у вас хватит терпения, ну, мне почему-то думается, что не на много. Дальше, так, я девочка симпатичная, очень людей молодых много подходит, желание домой познакомиться, я своему молодому человеку объяснил, что действительно не нужны эти общения, нужны только он. Ну, опять же, да, вот здесь момент какой. Ваши объяснения, да, именно объяснения, они ему, они ему не нужны. Вот именно объяснения ваши, да, они ему не нужны. Если бы, если бы все, знаете ли, решалось только через объяснения, да, то в мире было бы гораздо меньше проблем. Вот. То есть, человек сам рационально, рационально, человек все понимает. Вот. Он понимает, что вы, скорее всего, не стали бы, там, с ним быть в отношениях, если бы он вам не нравился, и так далее. Но человек все это, скорее всего, понимает сам. Но все равно поступает так, как поступает. Почему? Потому что есть, есть рациональное, а есть мистическое. И вот, мужчина руководствуется именно мистическими представлениями, мистическими страхами. Поэтому у него ничего и, в общем-то, с вами не получается. Поэтому он и не может, как бы, ну, не ревновать, да, не может не переживать, не может не утраивать скандалы и прочее, прочее, прочее. И вот сам этот вот страда, кстати говоря. Дальше. Так. Неделю назад, когда я пошла домой, я узнала, что он еще полчаса слетил около дома, не пошла ли я куда гулять с кем-то. Около дома чьего? Ну, вот здесь, надо сказать, начинается путаница. Не очень понятно. Вы пишите, неделю назад, когда я пошла домой, я узнала, что он еще полчаса следил около дома. Они пошлали и как гулять с кем-то. Около дома чьего? Вашего или его Эта ситуация Окончательно меня вывела И мне нужно было договориться с кем-то Смотрите У вас есть молодой человек Который делает то, что вам не нравится Да? Который, ну Совершает какие-то действия Которые вас, ну, явно Не устраивают Которые вам явно не Не по-русски Вот Почему Вы Не поговорили об этом с ним? Почему вы Ему не высказали Что знаете о том, что он Следил за вами? Почему вы Решили Поговорить с другим человеком? Вот Вы поймите Я вас не обвиняю Сейчас Просто интересно И полезно Разобрать, чем Продиктована ваша Такая вот поведенческая модель Ибо это на самом деле Очень важно Дальше вы пишите Подруг у меня нет Это тоже важный момент Почему у вас нет подруг? То есть Есть какие-то проблемы С тем, чтобы Выстраивать отношения С подругами С подругами Или Может быть у вас Просто Не складываются С ними Отношения Или Есть еще какие-то Сложности Почему Нет подруг Из-за чего Нет подруг Делаете ли вы С этим Что-то То есть Как бы Ну Подруги же должны быть Да Вы это Наверное Понимаете Дальше Так С бывшим парнем Поняли Что друг другу Не подходим Чувствую прошли Поэтому Остались друзьями Так вот Я около дома Встретил С бывшим молодым человеком И поговорил Ну Опять же Опять же Здесь История Такая Что Ваш Молодой Человек Да За вами Следит У своего дома Чтобы вы Ни с кем Не пошли гулять Вы Узнав Об этом Идете И встречаете Со своим Бывшим Мужчиной Который Ну Возможно Значит Для вашего Молодого Человека Ну Неизвестен То есть Он Как бы Думает Что вы Его Обманываете Все так Что он был Прав Ему Докажется Что вы Его Обманываете Вот То есть Тут Как бы На самом Деле Ваша Реакция Не понятна Настало Чтобы Обсудить Вопрос С Своим Молодым Человеком Вы Идете Обсудить Это С Кем-то Другим С Третьим Лицом Лицом Свою Личную Жизнь Вот То есть Я понимаю Что Да С кем-то Поделиться Нужно Но Как бы Складывается Ощущение Что вы Хотели Чтобы Он Вас Заметил Складывается Ощущение Что Вы Хотели Чтобы Он Вас Вот В чем-то Добавил Складывается Ощущение Что Вы Хотели Чтобы Он Узнал Что Вы С кем До Встречаетесь Я Конечно Не Берусь Управить Этого Наверняка Ну У У меня Складывается Такое Чувство Складывается Такое Ощущение Вот Почему Ну Потому Что Слишком Все Это Лежит Вот Знаете На Поверхности Вот То Есть Возможно Возможно Вы Уже Начали Тяготиться Тем Что С этим Человеком В отношении И Вам Нужно Как-то Освободиться Да Возможно Тут Есть Еще Какие То Детали Детали Вот Но Ваше Поведение Оно Имеет Какой-то Такой Вот Пастудный Смысл Который Ну Пока Не ясен Но Я думаю Он Есть Дальше Идем Значит Так Я встретил С ним Поговорили У него Давно 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 Свои Отношения С девочкой Его Я в Корочных Отношениях Это Здорово Что Все Так Это Прекрасно Что Все Так Но Интересует Меня Несколько Другое А Молодой Человек Ваш Знает О том Что Что Вот Ну Что Вы Со Своим Бывшим Мужчиной Да Общаетесь Что Вы Как Взаимодействуете С ним И так Далее Вот Знает Ли Молодой Человек Об этом Говорили Ли Вы Ему О том Что Вот Так И так Я Общаюсь Со Своим Бывшим Да Мы Просто Как Ну Поддерживаем Вся Да И Все Вот Почему То Мне Кажется Вот Мне Кажется Почему Почему То Что Он Этого Этого Не Знает Почему То Мне Кажется Что Вы Ему Об Этом Не Говорили Ну Возможно Возможно Да Потому Что Знаете Как Он Отреагирует Вот Возможно Возможно Были Еще Какие То У Вас Причхили Основания Можно Говорить Еще Раз Повторю В тексте Нет Упоминания Что Вы Своему Молодому Человеку Рассказали О том Что С Бывшим Вы Пересекаетесь Я Только Поэтому На Это Делаю Акцент Дальше Значит Так Он Мне Посоветовал Проявлять Больше Внимания К Мой МЧС И Прочее Однако Мой МЧС Это Увидел Закатил Мне Истерику Только На Следующий День Выслучал Адекватно И Вроде Простил Понимаете Поступил Неправильно Нет Нет Понимаете Вот Обвинять Себя Обвинять Себя Давайте Мы Не Будем Вы Поступили Так Как Поступили На Это Были Причины То 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 Почему То Вы Поступили Именно Так Вам Нужно Понять Почему Именно Вы Так Поступили А Не Говорить Что Я Поступил Неправильно То По Сути Обвинять Себя Не Надо Не Надо Обвинение Вам В общем То Ничего Не Даст От Слова Ничего Поэтому Здесь Я думаю Нужно Еще раз Наоборот Понять Что И Как Случилось Что И Почему Произошло Вот Чем Вы Руководствовали Например То 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 Того Что Мужчина Ваш Мужчина Да Узнает Узнает О том Что Вы Встречались С С Бывшим Или Нет И так Далее Вот То Понимаете Его Истерика Она Не то Чтобы Нормальная Да Но Она Логична С С С С С С С Следить Что Он Не Доверяет Что Кто Он Там Боится И так Далее Вот Вы Пишите Адекватно Выслушил И Вроде Простил Хорошо Адекватно Выслушил И Вроде Простил Супер Во Первых Почему Вроде Вроде Во Вторых Вы Ему Не Сказали Об Этому Все Так Раньше Получается У Этого Тоже Были Причины Наверное То Знаете Он Не Доверяет Вам Вы Не Доверяете Ему И Отношения В общем То Складываются Весь Весь На Весь На Стран Вот Я Об Этому Говорю Я Об Этому Говорю И Вот Здесь Конечно Было Бы Здорово Если Бы Вы Как То Несколько Лучше Описали Его И Свой Психологический Портрет Какая Вы Как Мой Он Какой В принципе Понятно А вот Какая Вы Не Очень Помимо Того Что Вы Называет Называете Себя Симпатич 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 Дальше Понимаю Что поступило Неправильно Но бывший Это единственный Человек Который Дает Дельные Советы И не Желает Не зла Просто Нейтральные Чувства Это Неоправдание Неоправдание Почему У вас Бывший Единственный Человек С которым У вас Могут Ну Могут Складываться Такие Отношения Почему Ведь У Ведь у Этого Живей Какая То Причина Я Хочу Эту Причину Знать И Я Думаю Что Было Бо Неплохо Если Б Вы Ее Знали Долго Получается Что То Есть В Вашей Модели Выстраивание Отношений С людьми Такое Что Ограничивает Вас В плане Огружения И в плане Того Кому Кому Вы могли Поделиться Вот А может быть Вы Себе Не доверяете Тут Как бы Вот Тоже Непонятно Дальше Так Значит Потом Неделя У нас Не было Близости С моим Молодым Человеком Из-за чего Он хотел Проверяться На что Оказалось Все идет Из головы Нервы Переживания Что Именно Идет Из головы Потом Все наладилось И он мне Сказал О том Что Доктор Ему Сказал Что Ну Больше Времени Проводить Девочкой Спустя Две Недели После Этой История Отскусства Секса Я решил Что Пора Начать Проверять Инициативу А он Меня Отшил Так Ну Значит Смотрите Вы пишите Что Доктор Ему Сказал Что Ну Проводить Больше Времени Девочкой Супер Он Это Делал То есть Он Проводил Больше Времени Девочка С вами Или Или Как Или Нет Или Все осталось Так же То есть Вот Ну Как То Непонятно Непонятно Если Он Это Делал Да То Как Он Это Делал Если Он Этого Не Делал То Соответственно Почему Он Этого Не Делал Не Делал Опять же Дальше Идем Так Спустя Две Недели Подноси Этой Этой Отсутся Сек Я решил Саппаран Начать Проводить Инициативу А Вы Не Спросили У Мужчины Почему Сек Нет Собственно Говоря Вот То По Какой Причине Его Нет То Есть Ну Очевидно Что Если У вас Нет Сек Значит Ну Соответственно Есть Какие-то Проблемы Между вами Возможно Возможно И Если Между вами Есть Какие-то Проблемы То В первую очередь Нужно Разбираться С ними Это Проблемы Между вами Это Не Ну Тут Дело Не в Сексе Вот Может Он Вас До Сих пор Не простил А может Не понял Или Что-то Ещё Дальше Идём Так Он Мне расшир Сказал Давай Подождём Хотя За минуту До Этих Слов Говорил О том Что У меня Есть Девочка Я уже Две Недели Без Секса Ну Тут На самом Деле Важный Контекст То Есть Вот Так Вот Исходя Из Того Что Вы Написали Да Но Однозначно Нельзя Сказать Значит Действительно Он Хотел Секса С вами Или Нет На Мой По Крайней Мере Взгляд Может Он Имел Ввиду Другое Да Может Он Имел Ввиду Какой Другой Контекст А Вы Приняли Это Не То Чтобы Даже Буквально А Вы Приняли Это Исходя Из Своих Желаний Которые У Ваш Есть Вот Понимаете То Это Не Сказать Что Бы Ненормально Но Тем Не Медя Так Значит И стал Говорить О том Когда Девушка Постоянно У него Проходит Чутко Пропадает Интересно Я Чисто Иначе Ведь Занятие Любовью Является Дополнением К Совместной Жизни А Не Ее Целью Разница Возрасте С ним Восемь Лет Здесь Опять же Простите Но К вам Вопрос Вот Мужчина Говорит Что У него Пропадают Чувства Да Ну Пропадают Чувства Интересно Ага Это Его Позиция Просто Позиция Вот Такая Позиция У Человек Хорошо Это Или Плохо Мы Сейчас Не Говорим Об Этому Да Мы Говорим Просто Что У него Есть Такая Позиция Что Вы Ему Отвечаете На Это На Это Вы Ему Отвечаете Что Я думаю По Другому И Думаю Что Секс Это Дополнение К Совместной Жизни А Не Ее Цель Все Так Ну Какое Отношение Имеет Это К Тому Что О Чем Он Говорит Вам Он Говорит Про Интерес Он Говорит Брат Чувства Он Не Говорит Конкретно Про Секс Если Я Опять же Правильно Вас Понял То Есть Получается Получается Что Вы Каждый Говорите На Своем Языке Каждый Говорите Говорите О О Что Волнует Вас Игнорируя Друг 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 Игнорируя Друг 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 Ну И Собственно Поэтому У вас Непонимание Происходит Мужчина Понял Что Доверять Вам Не Может Из-за Такой Ситуации Вы Увидели Я Надеюсь Что У вас Есть Определенные Потребности Вот Ну Может Быть Не Секс Но Определенные Потребности Есть Которые Которые Вы Значит Хотите Реализовывать Хотите Реализовывать Вот И Увидите Как Сейчас Обстоят Дела Дела Постоят Так Что Мужчина Настроен К вам Осторожен Хорошо Это Или Плохо Решать Вам Это Как Б Следствие В том числе И ваших И ваших Поступков Вот Я не Очень Повторю Понял По поводу Чего Он Хотел Проверяться Но Однозначно Его Ревность Неуверенность По себе Являются Проблемы То есть Если он Не будет Над этой проблемой Работать Сам Да Если он Не будет Ничего Делать То Будут Сложности Будут Ссоры Будут Между вами Будут Конфликты И так Дальше То есть Этого Не избегаем Вот Разделите Четко Ответственность Между Собой И Им Выделите Четко Чего Вы Хотите То есть У меня У меня Сложилось Такое Впечатление Да У меня Сложилось Такое Впечатление Что У вас Слишком Быстро Развиваются Соотношения Очень Мало Вещей Которые Вас Объединяют То есть Ну Просто Очень Мало Того Что Вас Объединяет На самом деле И Поэтому У вас Ничего Не Получается Поэтому Вы Не Можете Устраивать Отношения Потому Что Очень Мало Того Что Вас Скажем Так По Факту По Факту Связывает Меня Ну Связывает Вас Очень Мало Очень Мало Мне Кажется Так Разобраться В этой истории То, что мужчина вами манипулирует Нет Я не думаю Что он вами Манипулирует Если вы Об этом Не думаете Манипуляции Я думаю Что человек Действует Достаточно Искренне То есть Он Искренне Ну Не хочет Не может Боится С вами Идти На Сближение Может Будь Он Не Уверен В Себе Да Опять То есть В Плане Того Что Вот Если У него Проблема Помощь В Своей Части Да То Он Соответственно Возможно Не Уверен В Себе И Боится Неудач И Боится Что После Этого У Будет Еще Повод Значит Что Там Встречаться С Другими Мужчинами Например Но Опять же Да Опять же Опять же Это Гадание Это Что Мы Сейчас Делаем Это Просто Гадание На Кофейной Гуси К сожалению Понимаете Потому Что Слишком Мало Информации Вот Вы Говорите Что У вас Разница В возрасте Восемь лет А Кто Кого Старше Но Кто Кого Старше Вы Не Пишите Да Вот Но Давайте Честно Вот Давайте Честно Разница В возрасте Разница В возрасте Восемь лет Восемь лет Это Довольно Серьезно То есть В том Смысле В том Смысле Что Возможно Вы Видите В нем Кого То Другого Возможно Вы Видите В нем Не только Мужчина Возможно Вы Видите В нем Кого То Еще Например Ребенка Если Вы Старше Или Отца Если Вы Младше Или Что То 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 Нужно Определить Почему Ваши Отношения Так Быстро Развиваются Насколько Это Все Естественно Естественно Потому Что У меня Например У меня Сокрались Сомнения Отношительно Того Насколько Вы Друг 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 Искренне Насколько Вы Друг Подходите Потому Что Если Вы Девушка Симпастичная И Пользуетесь У Мужчин То Вам Мужчина Соответственно Мужчин Такой Который Был бы Все Таки Более Уверенный В Себе Да И Не Ну Не Ревновал Б Вас К Всему Да К Всему На Свете Вот Чтобы Вас Вот Все Таки Не Было С С Этим Проблем Да Это С Одной С С С Другой С С Другой Если Вы Этого Человека Любите То Скажите Ему Что Проблема У Него Вот Что Проблема У Него Именно В Том Именно В Том Что Он Там Не Может Доверять Вам И Проблема В Том Что Ему Не Очень Хорошо Самому С С С С С С Как бы Да Вот То Донесите Ему Что У Него Проблема Что У Него Проблема С Верности С С С С Это Очень Очень С Серьезное Чувство Которое Свидетельствует О Том Что У Человек В Наличии Проблем В Наличии Конфликты Вот Внутренние Но Ответ Ему Помочь Справиться Проблем То В Этим Нет Проблема В Другом Да Что Вы Не Задаете Вопрос Вы Говорите Брату Помочь Разобраться А В Чем Разобраться Вам Что То Непонятно Но Что Непонятно Что Непонятно Вам Вот Дальше Идем Дальше Идем Вот В принципе То Что Я Хотел Вам Сказать Да То Что Тут У У У У У Все Вот Значит Эгоист Или Молодой Человек Да Он К сожалению Поступает Достаточно Эгоистично Это Так Это Правда Поступает Он Эгоистично Это Да С Этим Ну С Этим Не Поспоришь Не Уверен Ли Он В Себе Да Он Себе Не Уверен Это Это Так Это Правда Он Себе Не Уверен Ах Боится Ли Он Вас Потерять Да Но Он Боится Вас Потерять Скорее В Своем Собственном Контексте То То в контексте того, что ему самому будет от этого плохо, что он вот не удержал вас и так далее. Вот. Думает ли он о вас? Сейчас нет, потому что нет таких ресурсов, да? То есть человеку, чтобы думать о другом, нужно сперва быть гармоничным самому, да? Он гармоничным быть не может никак в силу того, что у него есть слотность. Вот. Поэтому сейчас он больше думает о себе. Вот. Готовы ли вы это принять и готовы ли вы его поддерживать в этом? Как сказал мой коллега Александр Ковальчук, это зависит от вас. Вот. То, что мужчина слабый, ну, я такие выводы делать не буду, основываясь только на вашем тексте, потому что все-таки нужно больше информации. Вот. Но то, что он не верит в себе, это да. И то, что у вас закручиваются отношения слишком быстро, что может говорить о проблемах в потребностной вашей сфере. это тоже, это тоже, да. И вот с этим, с этим можно будет уже поработать и с этим уже можно будет что-то сделать. На этом все. Смотрите, что для вас является проблемой, обращайтесь. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует.